Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня непонятно какой дубль снимаем видео не о ножах. Монтировать просто очень не хочется, поэтому хочется про все сразу рассказать линейный, но не очень выходит. Поговорим мы сегодня просто о канале. Будет это видео для тех, кому интересно, что и как я делаю сейчас и буду делать в ближайшее время. Потому что грядут некоторые изменения. Первое изменение, ну его уже постоянные зрители на канале заметили, это то, что у меня несколько изменилось оборудование для видеосъемки. У меня благодаря оплате пришедшей от YouTube и нескольким добрым людям, так скажем, появилось несколько софтбоксов, с помощью которых мне удалось сделать принципиально другой свет. Кроме того, я приобрел некий элемент для штатива, который позволяет вывесить камеру прямо над снимаемым изображением, а не поставить ее на штатив на некотором отдалении. Это позволяет избежать определенного количества искажений размеров объектов в кадре. То есть, ну вот кто в последнее время обзоры видел, я думаю, что обратили внимание, что сейчас вот этого угла, из-под которого все снято, его не стало. Очень на самом деле удобно, очень здорово. Надеюсь, что, ну вот это дело в дальнейшем сделает обзоры такие более что ли смотрибельными. Хотя снимать их, честно скажу, что вот чисто физически мне стало несколько неудобнее. Потому что мне приходится стоять сбоку от камеры во время такой съемки. Из-за этого мне, так скажем, не очень хорошо видно, что я показываю в кадре. Но тем не менее, я так пересмотрел те обзоры, которые были сняты вот с этими новыми техническими предметами, так будем говорить. И должен сказать, что мне они самому, по крайней мере, нравятся значительно больше. Единственное, что еще подвергнется изменению, это, собственно, фон. Потому что с фонами продолжаются эксперименты. Я думаю, что фон в ближайшее время будет сделан, ну, совсем другой принципиально. Он будет, наверное, в фирменном стиле канала сделан. Второе, что я хочу сказать, это то, что, по всей видимости, в ближайшее время несколько сократится количество видео, которые я выпускаю. Потому что за последние год и два месяца, которые я сотрудничаю с новосибирским магазином «Ножи и клинок», произошло два события. Ну, то есть, во-первых, было снято почти 350 обзоров по тем ножам, которыми я сам, ну, практически ни одним из них не пользовался. Как-нибудь подробно. То есть, они просто давались мне на обзор. Во-вторых, есть такой момент, что, ну, вот, из-за такого количества видео, честно говоря, я просто, ну, переснимал практически все сколько-нибудь интересные ножи, которые в этом магазине были. Потому что, ну, надо понимать, что ассортимент не обновляется с такой скоростью, с которой я снимаю видео. Я, честно говоря, сам не ожидал, что столкнусь с такой проблемой, но, тем не менее, она уже стоит в полный рост. Поэтому вполне возможно, что снимать я стану как-то несколько поменьше, и из-за этого, ну, немного поменяется формат обзоров. То есть, ввиду того, что они технически сейчас, наверное, будут сняты несколько получше, я постараюсь снимать их, ну, возможно, что-ли более вдумчиво, потому что, действительно, буду брать по одному-два ножа. Какое-то время, действительно, довольно долго думать, что я о них хочу сказать. Как-то пытаться даже некоторыми из них немножечко попользоваться, если будет такая возможность. Ну, и потом уже выдавать свои первые впечатления, ну, в каком-то другом, более, что ли, расширенном таком варианте. Или, наоборот, более, может быть, сжатом, но более конкретном, чем я делал это раньше. Ну, надеюсь, что это не вызовет, как бы, отток аудитории, потому что мне хочется верить, что большая часть людей смотрит меня не только потому, что я очень много видео снимаю, так будем говорить. Вот, и хотелось бы мне еще немножко поговорить о фирменном стиле канала. Вот сейчас вы видите то, как канал выглядит сейчас. Ну, в общем, прямо скажу, что вот эта вот фотография была достаточно случайно, у меня в свое время снято. Вот, и как-то так сложилось, что она заняла прочное место в шапке канала, потому что просто у меня другой, более удачной фотографии какого-нибудь ножа собственного производства после того, как я стал снимать видео, просто теперь нет. Потому что я ножи больше не фотографирую. Ну, и, как бы, особенно никогда этим так сильно серьезно не занимался. Логотип вот этот был в свое время передан мне для использования одним моим бывшей коллегой, который рисовал его, там, сколько-то лет назад, достаточно давно, на какой-то конкурс. Он в итоге в конкурсе ничего не выиграл, в дело не пошел. Я понял, что он у него был, попросил, мне вот его дали. То есть, собственно говоря, он тоже так достаточно случайно на канале появился, не был для него специально сделан. И вот, впоследствии, при достижении каких-то цифр, так скажем, я просто не знаю конкретно каких, на канале со мной связалась такая девушка Ольга. Она является менеджером компании YouTube, ну, это не компания, да, такого подразделения Google, по сегменту YouTube Россия-Украина. Вот. Ольга дала мне несколько дельных советов, среди которых, в частности, было то, что, ну, хотя бы для части видео, учитывая, что видео много, хотелось бы сделать вот какие-то заставки в таком фирменном стиле, вот эти вот заглушки. Не те, которые просто сам YouTube предлагает из видео, а сделать их вручную для того, чтобы повысить некую такую узнаваемость канала. Ну, вот, кто обращает внимание, я сделал некий такой специальный раздел, куда вывел несколько таких видео, вот именно с такими сделанными вручную заглушками, да, то есть уже не из собственных фотографий, фотографии я ищу в интернете, что-то пишу, ставлю логотип, да, ну, то есть какие-то такие вещи я начал делать в свое время. Должен сказать, что, на мой личный взгляд, на именно развитие канала это, по сути дела, не повлияло никак. Но я вдруг неожиданно понял, что, ну, вот такое оформление, отработанное более-менее, оно как-то канал несколько структурирует, что ли, делает просто, как мне лично кажется, его более приятным для восприятия именно зрителями, которые уже есть на канале. Им просто приятнее, что для них это как-то делают, оно все такое более-менее однообразное, систематизированное, как-то это все, ну, достаточно удобно. По крайней мере, мое, собственно, возникло такое впечатление. И тогда меня начали посещать мысли о том, что, может быть, обратиться к какому-нибудь знакомому веб-дизайнеру с людьми, которые как-то более-менее ловки в обработке изображений на компьютере, да, как-то с ними пообщаться и разработать какой-то некий фирменный стиль канала, то есть чтобы логотип, там, шапка, какие-то вот эти вот заглушки, они все были сделаны в каком-то едином стиле. Как это бывает на хороших таких коммерческих каналах, потому что, ну, я вот такие вещи люблю. Я более того скажу, что я, пускай и на административной должности, но какое-то время работал в веб-разработке когда-то, и поэтому, ну, мне как-то захотелось, чтобы мой канал выглядел вот так вот достаточно хорошо. Вот. И, в общем, наверное, я бы так и сделал, но в этот момент произошло еще одно событие, которое несколько изменило мое мнение. Дело в том, что Алекс Венину в тот момент опубликовал у себя на канале такое видео о появлении видеозаставки у него на канале. Он там рассказал, какая это заставка, и, в частности, рассказал, кто ее сделал. Мне заставка Сашина очень понравилась, и тут я подумал, что вот, собственно, классная идея заключается в том, что надо бы разработать видеозаставку, а вот уже на ее основе, благодаря тому, что там будет, разработать фирменный стиль канала. Вот. Собственно говоря, тогда же под этим видео обозначился Сергей Синицкий, который руками, собственно, делал ту заставку на Сашином канале по Сашиной идее, да, так будем говорить, и предложил с ним связаться, всем желающим сделать подобные заставки, если им это интересно. Вот, собственно, это вот его канал, так вот он выглядит, да, и вот у него здесь Сашина заставка тоже есть. Я тогда с Сергеем связался, мы с ним быстро достаточно договорились об условиях, на которых он это будет делать, и, скажем так, за некоторое время придумали, ну, так скажем, некую идею заставки, как она должна выглядеть. Идея нам показалась такой достаточно интересной, но мы в какой-то момент времени просто несколько, наверное, нам показалось, что ее достаточно просто будет реализовать, но не тут-то было. Дело просто в том, что в заставке должен был фигурировать складной нож, который пролетает через кадр, так скажем, да, его достаточно хорошо видно. И дело в том, что для этого, как выяснилось, нужно будет сделать полную объемную модель этого ножа. Вот, и как оказалось, ну, когда речь идет о складном ноже, не так это просто и не так быстро сделать, особенно учитывая то, что Сергей занимается только в свободное время, которого у него, в общем-то, ну, не так и много, так будем говорить. Вот, но, тем не менее, было потрачено некоторое время, и мы в конечном итоге получили, ну, так скажем, заставку, и некоторые уже элементы фирменного стиля стали проявляться. То есть элементы фирменного стиля, так будем говорить, в каком-то виде появились несколько раньше самой заставки, поэтому вот некоторые особо внимательно уже обратили внимание, что у меня появились местами в заглушках вот такие вот штуки, я уже в двух местах их тут использовал, здесь и здесь. Вот, и, наверное, подозревали, что что-то должно подобное произойти. И вот я сегодня хочу сказать, что с определенной гордостью, так скажем, хочу показать вам вот эту видеозаставку, которую я сегодня на YouTube загрузил. Вот так она примерно будет выглядеть. Два раза покажу. Вот. Ну, собственно говоря, вы могли ее видеть. Понятное дело, что заставку мы старались не затягивать. По длине она занимает всего 5 секунд. Но ситуация такая. Сергей, к некоему моему несчастью, к сожалению, не занимается звуками. Поэтому звук я в данном случае искал сам. Взял их из каких-то звуковых эффектов YouTube и вставил пока те, которые там были. Да, считаем, что звук этот черновой. Поэтому, зная, что все-таки у меня, ну, достаточно значительная есть аудитория подписчиков, бросаю такой клич, потому что мне нужна помощь. К сожалению, все люди, которые, с которыми я сам когда-то, когда я еще был совсем юн, занимался музыкой, так или иначе, бросили ей заниматься, так же, как и я. Вот. Хочу сказать, что мне нужно два трека в стиле рок. Один мне нужен продолжительностью ровно 5 секунд, для того, чтобы подложить под ту заставку, которую я показал. Ну, то есть, реально, это может быть, там, хорошо сыгранная какая-нибудь прикольная гитарная гамма с перегрузом на гитаре и каким-нибудь многозначительным аккордом в конце, да, так скажем. То есть, ну, что-то достаточно несложное. И второй мне нужен трек для будущего трейлера канала, который я новый хочу сделать. Вот. То есть, примерно длиной тоже, там, в одну минуту, ну, может быть, в полторы, да. То есть, какой-нибудь вот такого вот размера, тоже в стиле рок, так будем говорить. Без слов мне нужен просто вот музыкальный трек. Вот. Ну, что еще мне хотелось бы добавить в данном случае? Что, собственно, я обещал рассказать про фон. Я вот хочу сказать такую вещь, что фон в конечном итоге будет выглядеть вот так, как будет выглядеть в конечном момент этой заставке. Ну, вот так, примерно. Это будет выглядеть примерно вот таким образом. То есть, у меня есть картинка в очень высоком качестве, вот такая вот. Вот я планирую ее напечатать вот на таком вот фоне. И, собственно говоря, на этом фоне уже и снимать дальнейшие обзоры ножей. То есть, ну, так, в итоге как бы выяснилось, что вот такой вот ярко-синий фон, он наиболее удобен для восприятия тех предметов, которые я и не только я в кадре показываю. Вот, к сожалению, в итоге в конечном большинство обзорщиков, которые все это снимают с нормальным светом, фон в итоге выходит синим. Поэтому я решил, что идеальный вариант, чтобы как бы не быть сильно похожим на всех, это вот такую вот символику канала, которую мне Сергей разработал, напечатать именно на этом фоне. Потому что это не должно изменить качество изображения в кадре, но, тем не менее, будет однозначно показывать, ну, что это за канал. Наши видео не будут путаться у вас просто в воспоминаниях, так будем говорить. Вот такие будут на канале новости. Заставку я сегодня, собственно говоря, выложу сразу после этого видео. Постараюсь ее прикрепить ко всем остальным видео. Ну, а фирменный фон, я надеюсь, что появится в течение ближайшей недели. Такая вот у меня для вас информация. Надеюсь, что вам это было интересно узнать. Большое вам спасибо за то, что смотрите мой канал. Большое спасибо за просмотр этого видео. Пока.